Привет, зритель! Решила я внезапно записать пустые баночки. Не ждать, когда у меня там что-то еще додавится. И то, чем я вроде сейчас редко пользуюсь, и оно хоть чуть-чуть осталось, оно оставит его на следующий месяц. А то бывает у меня вроде обозрела в пустой баночке, поставила, чтобы выкинуть забыла, потом думаю, блин, еще одна пустая баночка. И по второму кругу. Короче, у меня буквально сегодня закончился вот этот крем. Мне кажется, я оттуда выдавила все-все. Мне его в прошлом, в позапрошлом, в каком-то году, 8 марта, мне его дарили сестры, там был набор мыльца и вот этот крем для рук. Это от, что это, Арифлейм. Ой, хороший крем, долго жил. Сейчас пойдут пустые баночки от перекиси. Ты, наверное, зритель в курсе, я ими уши промываю этой перекиси. Последние 4 дня у меня прям какой-то завал. Может, я жидкости мало пила, поэтому вот мне 4 день по 2-3... Когда пузырек, когда 3 пузырька, когда 2 уходит. В общем, перекись, 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 перекись. Ёшкин кот еще одна перекись. Не поверишь зрителя, еще одна перекись. Можно сказать, уже перекись головного мозга. Так вот, сколько их тут. 7 штук. Ну, перекись, и не только уши промываю, вот случайно порезалась на руку. Капнула, дезинфицировал ранку, все хорошо. Кошка поцарапала, на ранку капнул, дезинфицировал, все хорошо. Занозил ручку, перекись укапнул, за носку вытащил, все еще раз капнул, дезинфицировал, все хорошо. Но по большей части я вот так делаю. В каждое ушко. И мне удобнее вот такие вот, правда, бывает, вот это-то нормально, плотно не вываливается. А бывает, попадались у меня такие, что вот этот носик наклоняешь, носик в одну сторону, перекись в другую сторону. И сидишь такая, все мокрые. Я их в аптеке покупаю. Я бы с радостью купила на Вейсберис, если бы, допустим, был литр этой перекиси по сумме дешевле, чем в аптеке заказать 10 штучек. Последний раз я покупала перекись в аптеке РУ по 20 рублей за штучку. Я даже не обозревала, вот у меня тут еще осталось два пузырька, надо будет заказать еще. Вот так вот бывает. Иногда мне раз в неделю, раз в пять дней одной бутылочки хватает, чтобы промыть ушки. А иногда вот что-то, как в этот раз попалось. В общем, тут вовек дофига этих бутылочек. Иногда я оставляю вот такие, потому что носик можно достать и вот отсюда перелить вот сюда. Удобная такая олеечка. Тут даже не знаю, у меня еще где-то две с половиной такие бутылочки есть начатых, и тут еще есть. Наверное, надеюсь, пойдет на переработку, хотя мы вчера с мужем моей подруги на этот счет спорили. Он говорит, ты вообще видела где-нибудь в области, особенно у нас в Бугличе, завода перерабатывающая пластикой? Я говорю, нет. Но говорю, я верю в то, что... Потому что я один раз видела, как помойку убирали из вот контейнера для четырех вещей в машинку, в которую вот эти четыре вещи якобы типа перерабатывают потом. Ну, побольше... Один раз, правда, видела, когда я внесла два пакетика на помойку, значит, один в один помойку, другой, значит, перерабатываем в мусор. И мне мужики говорят, да давайте все сюда. Я так обалдела. Я говорю, ну он же другой, то какая разница? Я думаю, вот же, блин. Ну, так вот, я продолжаю верить. Ну, надо же мне во что-то верить. Кто-то верит в Иисуса, кто-то верит в Аллаха, кто-то верит, значит, этого самого искандеризма, я его одно время продвигала. Кто-то верит в Будду, кто-то верит в Мадагами, а я вот верю в переработку мусора в России. Пластикового. Металлического, стеклянного и так далее. Короче, у меня тут будет приличное количество пустых пакетиков из-под масочек, тряпочек. Кто из вас их дарил, я вот только некоторые опознала, что я сама их покупала. А остальные вот Полина дарила, Тоня дарила, кто-то еще дарил. В общем, кто дарил, просто можете мне в комментах со своего аккаунта написать, потому что я помню, у меня в каком-то видео мне написала с кучей знаков отрицания. Девочка какая-то, что Лёля, это я тебе дарила. А там аккаунт чуть ли не вот создан, только чтобы для того, чтобы написать этот камент. Короче, масочка с вишенкой, с черешенкой, фиг знает, что за фирма это. Корейская какая-то. Ацерола. Причем внизу, наверху на полотенце, внизу на кане написано. Ацерола. Ацерора. Ну вот, я уже не помню. Но у неё такая была плотная тряпочка, вот эта вот морда лица. За счет чего её было удобно расправлять и наносить. Прямо такая. Но как-то она, правда, я в очках. Ну, нормально я с ней лежала, так хорошо всё было. Какие-то были масочки супер напитанные, а потом можно было выжать ещё раз пять, чтобы руки помажут. Какие-то были, нанёс на лицо, ещё не успел и пяти минут пройти, и оно уже всё куда-то упиталось. Но я не помню. А какие из них были какие-то? А у каких-то были вот такие тоненькие эти тряпочки. У каких-то вот, как у этой плотная, вот здесь вот была плотная. А у каких-то такая была тряпочка, что пока её расправишь, пройдёт чёрт знаю сколько времени. Вот это тоже, по-моему, из той же фирмы, мне кажется. Я даже не знаю, тут где-нибудь написано, как кто это, помимо, сделано в Корее. Майонг чего-то там. Несильное в корейском. Вот это, наверное, китайское, потому что тут по большей части на этом самом написано. Вот это корейское, неплохая масочка. Вот это китайское, тоже неплохая масочка. Блин, иероглифами написано, я всё и в Канде пытаюсь обозвать. Вот это точно помню, что я покупала на бьюти-патчах. У меня такая же ещё в деревне оставлена. Это сделано в Китае. Садоед. Неплохая такая масочка была. С авокадкой. Так, а что, у меня только три масочки, да? Я думала, тут ловер дофига. Ну, три масочки тоже неплохо. У меня тут два пробничка закончились. А три, Нечки и Франции. Оба и Фраше. Вот этот мне прям обалденно понравился. С Ибови Житал. Я хотела купить на Озон, но не нашла именно такой. Крем, гель, гель, крем, ноль недостатков. Но я помню, когда я покупала, то ли у них пробничках такой раньше было, может, это раньше было, там лет 7 назад. Я помню, у меня в пробничке попался какой-то обалденный крем. Я потом его купила полноценный, он у меня года полтора стоял. Я про него периодически забывала. Он по консистенции был, ну, не совсем как пробнички. Пробнички вообще обалденно. Так вот увлажнил кожу после пенки. И всё, вообще ничего не надо. А вот этот у нас дневной крем интенсивное увлажнение 48 часов. Гидровежитал. У меня, по-моему, такой был когда-то давно. Когда я ещё и Фраше покупала. Тоже хороший кремик. Ну, короче, вот эти оба мне вообще нравились. Я помню, вот эти серии у них. И пенка у меня была, ну, скрабик или что там, гелик для умывания был. Сыбовежитал. И гидровежитал у меня были умывалки. Очень хорошие штуки. Спасибо, Леночка. Практически закончилась. На 2-3 раз осталась. Я помню, его в светофоре покупала. И у меня там кто-то бомбил в каменках, что типа вот я тут в светофоре пасту купила. А что такого там? Я её вроде тогда около 40 рублей покупала. А тут на днях на Азон заказала 2 пасты. Сначала одну заказала, а потом другую заказала. Потому что одна мне понравилась. Я думаю, а что, и вторую может купить. И я одну-то записала уже в шорте распаковку. А вторую-то ещё не распаковала. Тоже хочу потом шорт сделать. Ну, как-то меня пробило на шорте. А это у нас промис. 145 грамм. Тут, значит, это 125 грамм плюс 20 грамм бесплатно. Ну, что бы не написать просто столько-то грамм. Вот они же не контролируют цены, где в каком магазине какая цена. Обычная зубная паста. Кто не в курсе, но очень вежливость не позволяет спросить, почему у Лёли тут 2 зуба торчат, как у всех людей такие зубы. А остальные, как не пойми, что у меня где-то 27 зубов. Где-то 1 четверть из них постоянная, остальные молочные. Так вот, новые зубы от неё не растут, но и старые никуда не деваются. У меня закончилось. Честно скажу, я её потом спустила на пятки. Потому что что-то она у меня как-то под глазами стала вызывать конъюнктивит. Я не знаю, почему она испортилась вдруг. У неё срок ещё был как бы до 23 марта 24 года. Хотя я тут от скин-пробиотикового в Инсте узнала совершенно случайно такую штуку, что может быть даже от этого портится. Когда вы берёте сыворотку. Во-первых, надо... Ну, я как бы понимала, что пипеткой не надо касаться кожи лица. Кожи вообще. Зато она и пипетка капает сюда. Но второй момент. Надо, значит, этот... Или выжать всё из этой пипетки на руку куда-нибудь ещё там пустить на кожу. Либо выжать всё из пипетки внутрь пузырёчка, а потом уже засунуть туда, потому что вот воздух типа соприкасается с внутренностью. И может это счастье чуть раньше, чем нужно, испортится. Видимо, так и случилось. Я, короче говоря, пустила пару раз это на пятки. Ну, ноги мазала после душа. Это Лолив косметик. Контур века. И она получила её в конкурсе среди тех, кто оставил отзыв на товар, который сам приобрёл на маркетплейсах. У них в группе ещё конкурсы на отзывы какие-то проходят. Короче, это сыворотка для век от мимических морщин и кругов под глазами. Вот от кругов под глазами, но помогает. А мимические морщинки у меня есть там какие-то намёки. Особенно, когда не выспался. Это пьяное утро в китайском квартале. И вот от пьяного утра в китайском квартале она ни хрена не помогает. Ну, хорошая вот чисто так. Даже увлажняла-то ей просто лицо. Хорошая штука. Но вот она что-то подпортилась. Я её пустила на ноги, она закончилась. И вот теперь в пустых баночках у меня закончился. Он закончился. И у меня теперь прям разбитое сердце от духами. Потому что я не знаю, на что ткнуться. У меня, значит, есть несколько нот любви, Фраше. И они то идут, то не идут. Я не угадываю аромат из погоды. У меня будут, наверное, на парфюмы февраля туева кучи этих духов. И в один шерст от меня не влезут. У меня есть вот этот ассоэлексир Буасунцери. Фраше закончился. Я его покупала в 19-м году в Ярике, когда последний раз там было. Мне кажется. А нет, я его, по-моему, даже покупала ещё раньше. В 18-м году в Ярике, когда ещё последний раз общалась с этой своей подружайкой Ленкой. Ленкой, Алёнкой, чёрт знает, какая у неё там фамилия. Ну да, это, не суть важная. Та Ленка из Ярика. Вот эти влоги, в блоге с Алёнкой есть на канале. Вот как раз она оттуда. Из того плейлиста. Так вот, я тогда его покупала. Я раза три покупала. И 50 мл, и 30 мл. И в наборчике два раза покупала. Фраше набор, там вот духи был, и гель какой-то мелкий. И маленькая Минька у меня 5 мл была. И вот 15 мл у меня был свой эликсир Буассенсуэль. Возможно, кто-то мне дарил из вас свой эликсир Буассенсуэль 15 мл. Короче, вот он всё закончился, весь выжался. Всё. Я его юзала, наверное, без перерыва три последних месяца. Если не три с половиной. Ну, три тату, два тату с половиной точно. И вот он закончился. Мне есть фиолетовый эликсир, кто-то из вас, ребята, дарил. У меня есть несколько нот любви. У меня есть какие-то фиолетовые духи, то ли Эйвен, то ли. Ну, в общем, какие-то фиолетовые духи, которые дарила Лёлечка. У меня там есть какие-то духи от Лены, Минск-Москва. Из Мэри Кей я их достала. Они вообще не сочетаются. Все вместе, они немножко там что-то остаётся. Но те вообще никак не похожи на эти. У меня даже есть ещё на роли лимит, уже снятая к чёртовой бабушке. Секрет де Санс. Я когда-то её покупала за две с лишним тысячи. Вот это на роли. Вроде как пошла, но, в общем, они все как-то не так раскрываются, как мне хочется на холод. Они все по-разному раскрываются. Я сейчас по такой пространции. Мне жаба душит купить вот эти духи снова. Они всё ещё продаются на зону. Ну, мне жаба душит пять тысяч вот за вот это вот, да. На что-то другое меня жаба не душит. Вот косарь на четыре чая истратила опять тысячи на эта самая жаба душит. Поэтому как-то у меня трагедия века. У меня закончились ватные диски. Сто процентный хлопок. Сто восемьдесят штук. То ли фикси покупала, то ли ещё где-то прошитый край. По-моему, ложь. Ложь и провокация. Потому что я так и не понимаю, где там этот край прошитый. Ну, обычно ватные диски. И ещё гель для душа. Он практически закончился, да. Вот видите, что он выглядит, как будто это жидкое мыло. Я переставила просто дозатор от Айвановского жидкого мыла. Это всё было дозатор от Айвановского жидкого мыла, который мне Лёличка дарила, подписчица Фаберлик. Она мне тоже этот гель дарила. Вот там был апельсиновый какой-то. Он такой был кремовый. Он был прикольный. Он хорошо мылился, пенился, всё такое. У меня там стоит ещё незаконченный черничный. Он гелевый такой. И он хорошо пенится и мылится, и обалденный. Вот этот пахнет вкусно. Сколько не льёшь на губку, такое ощущение. Я не знаю, ещё из него, как его так делаешь. Он вкусно пахнет. Но, чтобы им помыться, надо раз пять, наверное, на губку налить. Помылиться, чтобы вот тело полноценно вымыть. Я не такой там супер слон, чтобы на меня столько надо было. Короче, мылиться он фигово. Я плюнула в итоге, переставила дозатор. Вот он у меня стал жидким мылом. Тут буквально на два-три раза ещё осталось. А может и того меньше. И вот он у меня будет в пустых базочках. Сегодня вообще у нас какое число-то хоть. Где-то у меня был тут этот телефон. Ох, телефон-то где? Телефон, скажи мне, какое сегодня число? 25-е. А, всех Татьяны и студентов, с днём студентов. Вот 7 вечера, 25 января. Как раз у меня вот то, что тут не успела доюзаться, зубная паста, я там не закончится. И будут полноценно пустые баночки. Вот такие у меня пустые баночки. Если кто-то чем-то подобным пользовался, дайте знать в комменты, я вам поставлю сердечко. Можете мне что-то посоветовать. Можете посоветовать какой-нибудь аналог, свой эликсир, буасенсуэль. Не за 4, не за 5 тысяч. Можете мне просто подарить, я буду вообще очень рада. К тому же у меня там 14 февраля день варенья будет, мне стукнет 40 лет. Мне сегодня бабушка говорит, скоро день рождения. А у меня, а потом у неё, думаю, блин, она про своё что ли? Она говорит, ведь тебе сколько будет, 40? Я говорю, да. Она говорит, ну ты, говорит, вообще нормально выглядишь. Ты на 40 совсем не тянешь. Ну да, знаете, вот как раньше в 40 люди выглядели. Мама моя погибла в 37 ей было. У неё этих гусиных лапок у глаз было в разы больше. Ну тогда и жизнь была другая, как бы. Не было там стиральных автоматических машин, но ещё куча туевой техники и всего остального. Сейчас жить намного лучше, я считаю, поэтому как бы, ну вот, хорошо сохранилась. Ну, тот, конечно, может меня похейтить. Я помню, мне лет 17 мне было, а девчонка, с которой я общалась, ей было 16. Она пила лет с 13 и курила, как сапожник. Выглядела она, конечно, в разы хуже, чем я. Но она всегда её, видать, как-то это попоборила, она мне всегда в лицо говорила, как все меня ненавидят, как все считают меня старой, страшной и так далее, она в том числе. Но как ей надо было погадать на картах, так она ко мне неслась. Так я сразу становилась красивая, хорошая и так далее. Так что, если вдруг вы считаете, что я выгляжу прямо на все стоп, можете со мной поделиться в комментах. Я пожелаю вам добра. Кто хочет поддержать канал, можете это сделать. Где-то будет облачко, либо информация в инфобоксе. Это как бы там... Всем спасибо за просмотр и пока!